Это очень ответственно стоять перед полным залом офицеров. На их погонах медали, ордена, все за военные заслуги. Эти мужчины яркие представители своей профессии. Когда-то они выбрали для себя путь защитника Родины. И спустя многие годы верны своему призванию. В истории нашей страны не было ни дня, когда наша Родина не нуждалась бы в защите. Но вы с оружием в руках, с доблестью и честью всегда вставали в любое время на защиту нашей Родины и справлялись с теми важными обязанностями, которые были на вас возложены. В зале сегодня около ста офицеров, работающих в разных сферах, от военных до полицейских. Все они имеют за плечами десятилетия служения Родине. Сегодня их чествуют с особым вниманием и трепетом. Сегодня мы хотели особо поздравить и выделить участников специальной военной операции, понимая о том, что на сегодня по защите Отечества легла на них самая основная тяжелая. Здесь ветераны, участники СВО, которые уже вернулись, уже находятся в отпусках, в том числе и действующие. То есть мы гордимся ими абсолютно, мы знаем, что они делают, мы гордимся ими. Для нас это пример абсолютный, как нужно правильно выполнять задачу, как надо любить роль. Виктор Каратаев – подполковник, военный летчик первого класса. За плечами имеет 7400 летных часов. Он одинаково комфортно чувствует себя как в кабине вертолета, так и на суше. Службу закончил в прошлом году, нагруди многочисленные награды. Есть даже медаль Ордена за слуги перед Отечеством второй степени. Она самая дорогая для летчика. Работа любимая была, и она остается любимая. Ну, как мне все спрашивают, что вот я провел в военно-воздушных силах 46 лет, отлетал 45, налетал очень много часов, что что там, я не скучаю ли я по своей работе, по своей службе. Ну, как-то нужно менять свою жизнь. Уже какая-то другая стезя, другая ступенька жизни. И, ну, полеты снятся каждую ночь. Сегодня высокую награду из рук военкома получил наш земляк, участник СВО Александр Чабан. Ему вручили медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. С виду скромный парень. Он добровольцем ушел защищать свою родину. Был ранен, восстанавливался и в госпитале. Сейчас в отпуске. Я как бы не жалею, что сходилось. Если бы вернуть время назад, я бы ничего не поменял. Я бы, оно поступило бы все точно так же, как поступило. Как поступают настоящие мужчины? Да, конечно. В характере этих мужчин есть смелость и выносливость. У них гибкий ум и патриотическое сердце. Одним словом, офицеры. Россия, Родина моя. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.